Свиные ребрышки, это всегда, конечно же, вкусно. К ним можно по-разному относиться, потому что диетологи говорят, что свинину нельзя есть, но все-таки это очень вкусно. Существует не один десяток способов приготовления свиных ребрышек, один из которых – тушение. Но просто потушить свиные ребрышки – это совершенно не наши методы. Для придания особенного цвета, вкусу, аромата у меня есть очень интересное предложение, очень интересный способ для вас. Мы сегодня будем тушить свиные ребрышки в томатном соке. Свинячий реберця – улюблена страва украинців. Слинка тече лише від одного згадывания про них. Иснує безліч способів приготовления – смажені, тушковані, копчені. Сегодня мы приготовим реберця, которых вы не куштовали еще ни разу. Мьяки, соковиті, они просто танутимуть у роти. Вы узнаете, сколько кулінарных хитростей, которые дадут знайомой страве новых вкусов и ароматов. Для приготовления вам понадобится 600 граммов свинячих реберц, столовая ложка соли, чайная ложка перца, 3 столовые ложки олії, 300 миллилитров томатного соку, 2 морквины, 2 цибулины и столовая ложка цукру. Также понадобятся пряности. По чайной ложке зиры, розмарину, духмяного перца, бадьяну и несколько гелочок петрушки. А я вот, кстати, шла к вам и очень хотела научиться приготовить вкусно мясо. Что мы делаем сначала с мясом? Моем. Правильно! Пациент готов. Так, пациент готов. Теперь мы что должны? Мы должны их разрезать? Да. Давайте я буду тоже это делать. А то, в конце концов, приду домой, а сказать ей нечего. При покупке замороженных ребрышек очень важно их правильно разморозить. Некоторые, кстати, додумываются, берут из морозилки и прямо в горячую воду кладут или в воде размораживают. Категорически нельзя так делать. В постепенном размораживании утрачивается меньшее количество питательных веществ вместе с соком, который выделяется. Удаляй вот лишние вот эти штучки. Беленькие вот эти? Ну да, это жирок. Зачем он нам нужен? Итак, что у тебя больше всего времени сейчас отнимает? Вот говори, а я пока займусь чисткой моркови и лука. Отнимает время любимая творческая работа. Вот. Вот из-за нее-то мне пришлось расстаться с театром. Кто-то сделал это безболезненно. Ну почему? Конечно, я это переживала. Это сейчас Викторию Булитко знает, как успешную комедийную актеру. Как неожиданно! Боже, как неожиданно! Та розпочинала вона, как серьезно-драматичная актриса. Даже престижную театральную нагороду здобула за главную роль у спектакля. Это спектакль, благодаря которому я получила две такие, ого, для меня награды. Театральная пектораль, да. Настав час, коли Викторії довелося обирати між театром та телебаченням. Слушайте, сегодня в общаге посиделки не замечаются. Идешь? И глядач не даёт Виктории шкодувати про свой выбор. Хотя актерка впевнена, на сцену вона еще повернется. Симфония пряностей на кухне кулинарной академии. Что означает разбудить пряностей? Та какие новые смаки, завдяки им, прокинуться у нашей страве? Смотрите, морковку такими кругляшками порезал. И где-то по полсантиметра толщиной. И вот лучок такими на четыре части. Луковичку и вот так порезал. А Вика замечательно порезала ребрышки и очистила от лишнего жира. Давай вот это вот выбросим. Теперь их нужно посолить, поперчить. Так. Так, давай перчим. Вот, давай. В сковородочку три столовые ложки масла. И вот теперь просто выкладываем, да? Раз. Давай вот мы сейчас еще и сверху так с тобой посолим и поперчим. Давай ты соли, потому что я боюсь, вдруг я пересолю. У нас с одной стороны ребрышки уже поджарились. Ну и какая красота, да? Я же хотел у тебя спросить. Ты же сказал, что ты песни пишешь под гитару под свою. Пишу. Так. Играй, гармоний, играй, как будто два крила. ДИВИТЬСЯ ДАЛІ. ЧОМУ РЕБЕРЦЯ НЕ МОЖНА ГОТУВАТИЙ З ТОМАТНОЮ ПАСТОЮ? ТА ЧИ ГОТОВА Вікторія Булітко КИНУТИ КАРЬЕРУ ЗАРАДИ ДИТИНИ? Прекратить рожать! Не перемикайте, вам неодмінно, треба це побачити. И вот сейчас мы будем будить специи. Нам для этих целей нужна, кстати, сковородка с толстым дном. Я ставлю сковородку на разогретую конфорку. Бодьянчик высыпаем. И леонид еще бодьян называется, да? Вот это как называется? Это называется тмин. Зира это называется. Хотя они родственники, кстати, но пахнут по-другому. Вот это вот что, как ты думаешь, вот это? Можно слегка поместить? Ёлка? Похоже на ёлку. Ёлка, да. После февраля. Значит, это розмарин, вот сюда тоже. И вот такой вот перец горошком. Душистый перец. И ведь мало кто знает, что душистый перец это запеченный в духовке горох. Да ладно? Да? Да ладно? Серьезно? Вот этот большой перец, такой маленький тоже? Ну вот, это горох. Да ладно? Ай, врешь. Я бы поверила, сейчас попробовала бы, я представляю эти слезы. И вот сейчас смотри, вот одну-две минутки, вот этот процесс называется раскрыть пряности, разбудить пряности. Боже, если бы вы только представили, плохо, что телевидение не передает сейчас пока запахов. Потому что то, что сейчас происходит здесь, это букет вкусов. Вот мы разбудили. И теперь к этим специям мы добавляем томатный сок. Кстати, можно использовать как домашний томатный сок, так и магазинный из вот этих вот пакетов. И тушение в томатном соке даст нашим ребрышкам вкус. А кислота, которая содержится в соке, она размягчит мясо. Он используется вместо томатной пасты. Потому что паста, она, ну, придает все равно блюдам привкус такой столовский, как это говорят. Ложечку сахара дайте мне сюда. Сейчас доведем до кипения и будем добавлять в мясо. А пока... Пока, Ликонька, запечатаем овощи. Запечатаем? Ты знаешь, что такое запечатывать овощи? Значит, берем сковороду, разогреваем. Так? Бекусь, посмотри. У нас, да? Уже закипает. Мы это можем выключить пока. А теперь что значит запечатать овощи? Вот для чего это делается? На сухую сковородку мы выкладываем вот так вот овощи. Морковку в данном случае. Чтобы больше питательных веществ и этих вкусовых качеств она отдала нашему блюду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляем. Мы немножко протушиваем так. Вот это мы отправляем к ребрышкам. И томим вот это теперь в течение одного часа. Я вот сейчас достаю тарелку, в которую мы сейчас будем выкладывать на сухую блюду. Ой, какая красота! Как вкусно пахнет. Да. Давай петрушечки порвем. Давай. Перед приготовлением реберця промили, просушили паперовым рушником та разрезали зайвий жир. Реберця разделили на шматочки, посолили та поперчили з обоих боков та обсмажили на сковорідці. Почистили та порізали моркву і цибулю. Обсмажили їх на сухій сковорідці. В окремий посад із товстим дном висипали прянощі та підігріли їх на невеличкому вогні, постійно перемішуючи. Залили спеції томатним соком та довели до кипіння. Додали ложку цукру та обсмажені овочі. Усе разом тушкували кілька хвилин. Заправкою залили смажені реберця, довели до кипіння та тушкували біля однієї години. Готові ребра посипали подрібненою петрушкою та подали до столу.